всем привет меня зовут екатерина тема урока разряда местоимений часть 2 мы говорим сегодня об указательных определительных и вопросительно относительных местоимениях но для начала давайте вспомним что мы знаем о местоимении на данном этапе и чем же эта часть речи так уникально это самостоятельная часть речи который указывает на предметы признаки или количество не называя их обычно по самому названию мы можем понять что местоимение это часть речи которая используется вместо имени существительного прилагательного или имени числительного они отличаются от остальных знаменательных частей речи тем что у них нет конкретного лексического значения мы не можем уловить в любом из местоимений какое-то определенное вещественное четкое значение увы и ах только указание на предметы признаки или число в зависимости от того с каким они соседствуют какое собственно они заменяют что следует знать местоимение естественно могут заменять и существительные прилагательные числительные но при этом по значению их разделяет на достаточно большое количество разрядов целых девять разрядов выделяют в местоимениях каждое какому-то относится по тому значению которое оно вносит нужно понимать что под словом значение все таки мы не должны в классическом смысле ничего понимать потому что условное значение мы говорили с вами про личные возвратные и притяжательные уже сегодня мы будем с вами разбирать разбираться еще с тремя разрядами и посмотрим в чем их особенность и уникальность начнем мы с указательных местоимений и так указательные местоимения выделяют среди однотипных вариантов предметов признаков или количества такой предмет признак или количество который представляет интерес для говорящего в тот или иной момент речи ну например этот тот такой таков или столько мы выделяем при помощи указательного местоимения какой-то указываем на вот какой-то конкретный особенный предмет вот мне нужен тот телефон или мне нужно такое платье или вот столько я точно унесу при этом конкретно мы ведь не называем ничего это значительно порой упрощает когда мы торопимся например и стоим где-нибудь в ларьке и покупаем себе яблоко то естественно проще неопередовать писать вот третий с ряду верхнего который рядом с зеленым но красноватый сложно для этого указательные местоимения придут вам на помощь вы можете сказать вот тот если еще и пальчиком покажете как на картинке ну вообще упростим ситуацию нужно понимать что это не всегда вежливо и прилично но так или иначе указательные местоимения так и называются потому что они указывают на один особенный из ряда таких же но никак его конкретно не характеризует может быть даже и особенный в плохом смысле почему нет не очень большой список таких местоимений на самом деле очень ограничен но и у них есть свои капризы и особенности эти местоимения склоняются изменяются по родам и числам как прилагательные потому что отвечают они на вопрос могут отвечать на вопрос прилагательных и в связи с этим возникают вот такие перемычки ну например тот человек та сумка то сообщение те дети или такой учебник такая книга такое озеро такие дни местоимение числительное столько вот она заменяет количество изменяется только по падежам стольких стольким о стольких и так далее местоимение каков очень напоминает нам форму краткого прилагательного мы кстати знаем что если мы задаем вопрос краткому прилагательному оно будет выражено точно таким же словом каков предмет ну если мы не конкретизируем каков а просто говорим вот каков а посмотрите каков оно как и краткая форма прилагательного изменяется только по родам и по числам естественно вот же какова подруга оказалась или каково было удивление каковы выводы какие-то невероятные условно говоря понимаем эту особенность употребляем правильно не допускаем ошибок теперь говорим о том чем же в предложении зачастую они являются какую роль синтаксическую на себе несут предложение в одиночку или в сочетании зависимыми словами они могут быть подлежащими составными именными сказуемыми определениями или дополнением пробежимся по примеру этот уже давно ушел его не догонишь этот здесь выполняет роль подлежащего то есть кто этот этого человека федор знал еще в юности человека какого этого уже определение или узнал все что ему нужно было и был таков был таков здесь уже местоимение соединяется с глаголом связкой и становится частью сказуемого местоимение тот такой столько участвует в формировании сложно подчиненных предложений они могут использоваться в главном предложений в качестве указательных слов ну естественно они не будут связкой но они будут тем соединительным элементом который задает основу для подчинительной части например на работу пришел тот работник которого мы уже давны давненько не видели. Тот работник, вот это местоимение указательное, которое задает основу для придаточной части в сложно подчиненном предложении. Движемся дальше на разряд определительных местоимений. Тут, опять же, отталкиваясь от семантики, мы понимаем, что определительные что-то они должны определять. Хотя мы помним, что местоимения конкретного значения не несут. Значит, это те слова, которые указывают на признак лица или предмета, но конкретно его не называют. Например, сам, самый, весь, каждый, другой, любой, иной и так далее. Не скажу, что это тоже большой список местоимений, не так богато представлены определительные местоимения. Они указывают на обобщенный признак лица или предмет отвечают на те же вопросы, что и прилагательные, потому что они тоже являются определениями зачастую. Какое, какая, какое, какие. Указывая на обобщенный признак, замещают в речи имя прилагательные. По значению и грамматической основе они соотносятся с именами прилагательными, изменяются по родам, числам и падежам точно так же, как и слова этой самостоятельной части речи. То есть мы возьмем, например, прилагательные белый и определительное местоимение самый. И мы можем изменить и то, и другое по всем категории. Белый, белого, белому, белых. Самый, самого, самых и так далее. Все то же самое. Указывая на обобщенный признак предмета, каждое определительное местоимение имеет свое чуть более, скажем так, тонкое значение. Ну, например, определительное местоимение сам это такое, кто непосредственно производит действия. И тут есть тонкость значений. А определительное местоимение весь будет нам указывать и обобщать совокупность признаков предмета. Всякий – это местоимение, которое имеет значение любой из группы подобных, а также разный. Иной или другой – это местоимение, которое указывает на лицо или предмет, отличающийся своими признаками. Самый, любой, каждый местоимение выделяет один предмет из группы подобных по какому-то признаку. То есть самый отличаться будет, потому что превосходят все остальные. Каждый, наоборот, будет указывать на идентичность каждому другому, но имеющему определенную характеристику. Это достаточно тонкие значения, которые, конечно, знать не обязательно. Но нужно понимать, что определительные – достаточно широкий охват значений у них может быть. Какова их синтаксическая роль? Чаще всего в предложении определительные местоимения, ну, как вы, думаю, и догадались, выполняют роль определения. Потому что они заменяют прилагательные, потому что они отвечают на вопрос определения. Иногда могут быть именной частью сказуемого, объединившись с глаголом. Например, поедем, может, по другой дороге. Здесь определительное местоимение другое выполняет роль определения, потому что дороги какой. Но бывают всякие люди, которые поступят в такой ситуации по-другому. Здесь уже частью именного сказуемого будет являться наше местоимение определительное. Скажем так, две синтаксические роли, легко определяемые в контексте, поэтому с этим трудностей точно не возникнет. Ну и последний на сегодня разряд – это вопросительно-относительные местоимения. Или иногда говорят вопросительные и относительные. Вроде и разделить их на два разряда не получается, потому что это одни и те же слова, но в разной их функциональности. Но все-таки некоторые ставят там союз «и» между ними, и каждое отдельно можно характеризовать. Это те местоимения, которые могут выражать признак или принадлежность какого-либо предмета, их количество, и указывать на сами предметы, или использоваться в предложении, где есть вопрос. Какие к ним относятся? Сколько, что, какой, который, чей, каков и так далее. Список внушительный, скажем так. Вот в первом предложении, который я сейчас прочитаю, они выполняют одну функцию, а во втором – другую, и в этом их существенное отличие. Ей больше подошел тот шарф, который был серого цвета, здесь который является больше относительным местоимением, потому что он налаживает отношения в предложении. В то время как предложение «Кто не сохранил реферат и выключил мой ноутбук?», здесь уже местоимение «Кто?» является больше вопросительным, потому что благодаря нему у нас возникает вопрос, который, собственно, хочет задать человек. Что нужно понимать? Например, местоимение «Кто?» может и налаживать отношения между частями предложения, и становиться чисто относительным, и может выполнять роль вопросительного, потому что оно нужно в вопросительном предложении. Одно и то же слово в разной функции, но слава богу, лингвисты пошли по пути, а давайте назовем это все одним разрядом – вопросительно-относителем, а там уже будем смотреть по ситуации. Наверное, это упрощает нам задачу, потому что на одно слово, несколько разрядов, тут бы пошла невероятная путаница. Что нужно знать? Они могут склоняться, однако нужно помнить, что у слов «что», «сколько» и «кто» изменяется только падеж, кого или чего, или скольких. Ничего другого, никаких других категорий у него нет. А вот относительные местоимения изменяются как по падежам, так и по родам числам, такие как «какой», «какая», «какое», «какие», «чьи», «чья», «чьё», «чьи». Тут от чего лучше отталкиваться? Наверное, от практики проще отталкиваться, всё запомнить достаточно сложно, и, наверное, не всегда нужно. Ну, я думаю, что вы точно поймёте, что местоимение «что» нельзя склонить по родам, например, в то время как местоимение «чьей» вполне себе склоняется по родам. Практикуйтесь. Это не все разряды местоимений, но вот эти три также работают, как и предыдущие, о которых мы говорили. Семантическое значение скрыто в самом названии, и их по этому признаку достаточно легко определить. По вопросу, по тому, какую функцию они выполняют в предложении, зачем они там нужны, что они собой заменяют. Исходя из этого, вы можете определить разряд любого местоимения. У нас осталось ещё три выяснить, и вот мы уже будем во всеоружии, и любое местоимение будет нам подвластно. На этом у меня всё. Спасибо, и до встречи на следующем уроке.